В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Не утонет и не уплывет. Кто сбрасывает канализацию в городской пруд? Бермудский треугольник рядом с Рязанью. В нем пропадают кирпичи, строители, целые дома. Однако дольщики продолжают платить ипотеку за купленные квартиры. Какие процессы проходит вода и заким, прежде чем оказаться в квартирах и домах? И Николай Любимов дал первую большую пресс-конференцию для рязанских журналистов. Рязанских журналистов. Рязанских журналистов. Рязанских журналистов. Это для нас было гарантом. Какой-то гарантом надежности. 40% от суммы квартиры составляет материнский капитал, который выдал пенсионный фонд. Теперь эти деньги тяжелыми кирпичами лежат на строительной площадке. Кирпич лежит уже здесь 9 месяцев и неизвестно, станет ли он частью дома когда-нибудь. Была направлена даже жалоба в АБЭП для проведения проверки нецелевого использования денежных средств. Но даже обычная налоговая проверка не была проведена. Поэтому до сих пор неизвестно, на что было потрачено 54 миллиона рублей. В настоящее время с того момента прошло 4 месяца. Заявление до сих пор лежит у следователя советского округа и оставлено без должного внимания. Надо, чтобы местные региональные органы тогда гаранты выступали в каком отношении. Если не идет, если вот такие случаи, просто тогда они обязаны выделять жилье обманутым дольщикам. По документам дом должен быть введен в эксплуатацию не позднее 1 июля 2016 года, а срок сдачи жильцам в конце марта 2017 года. Проблемы у Каполиса решат в ближайшем будущем, а также построят новые дороги, а поликлиники избавятся от очередей. Николай Любимов на этой неделе рассказал о своих рабочих планах. Временно исполняющий обязанности главы региона дал первую большую пресс-конференцию для рязанских журналистов. Встреча Николая Любимова с журналистами состоялась в Большом зале правительства Рязанской области. На ней присутствовали и задавали свои вопросы не только городские СМИ, но и представители районных телерадиокомпаний и изданий. Первый вопрос, который услышал временно исполняющий обязанности губернатора, касался ремонта дорог. Журналисты поинтересовались, возможно ли в регионе улучшение ситуации до такой степени, чтобы отремонтированная асфальтовая поверхность смогла прослужить на протяжении гарантийного срока – пяти лет. Мы пошли на небольшое удорожание контрактов для того, чтобы как раз постараться с эластичными новыми материалами, которые наши предприятия выпускают, этот ремонт осуществить. Для того, чтобы дорожное полотно было эластичнее, но могло выдерживать все нагрузки температурные и так далее и тому подобное. Для меня важно, чтобы мы постепенно, конечно, за один год мы все не отремонтируем, это нереально, но качественно ремонтировали все дороги, которые у нас есть. Потому что дорожное полотно, конечно, у нас в области еще пока оставляет желать мягкую рожать лучшего. Эта тема одна из главных будет в моей деятельности. Николай Любимов отметил, что в этом году достаточно денег на ремонт дорог. В том числе будет осуществляться поддержка из федерального бюджета. Он также подчеркнул, что для создания хороших дорог необходимо вести контроль за качеством строительного материала и готового покрытия посредством лаборатории. Представители которой в случае выявленных нарушений будут сразу вносить коррективы и заставлять подрядчиков исправлять ситуацию в лучшую сторону. Николай Любимов отметил, что лично будет контролировать деятельность профильного министерства, которое обяжет к соблюдению всех необходимых условий по контролю за строительством и ремонтом дорог. Следующий вопрос на пресс-конференции был посвящен не менее важной проблеме. Как известно, в регионе существует ряд незавершенных строительных объектов, заложниками которых стали несколько сотен рязанцев. В частности, жилой комплекс «Экополис», подрядчик которого, по словам Николая Любимова, не отказывается от строительства. Таких случаев много очень. И государству, и муниципалитету приходится нового инвестора искать. А это влечет за собой либо разрешение на увеличение этажности, перестройку проекта, либо новые участки приходится отдавать. Но мы готовы тоже вместе с муниципалитетом на это пойти, только для того, чтобы проект продолжался, и люди получили то, что они должны получить от достройщика. Естественно, эту тему я тоже на контроле буду держать, для того, чтобы она не развивалась дальше, для того, чтобы люди все-таки смогли получить конкретное представление о сроках. Пока мы тоже не можем сказать о том, какие будут сроки для окончания и завершения этого строительства. Но обязательно мы сделаем все возможное, чтобы люди получили свои квадратные метры и квартиры. Несмотря на то, что Николай Любимов сравнительно недавно приступил к обязанностям в нашем регионе, за это время он вошел в курс последних событий. Большую роль сыграли поездки по районам области и его встречи в Рязани. Также был задан вопрос, каких представителей СМИ предпочитает Николай Любимов для того, чтобы узнать новости региона и какие источники считает самыми объективными. Прежде всего, конечно, через интернет. Вот прямо скажу, наша пресс-служба и дайджесты готовит однозначно. Причем выбирают, я сразу скажу, выбирают все. То есть нет выборок каких-то позитивных одних. Мне и негатив туда, который есть однозначно, помещают. Второе, конечно, это телевидение на втором месте. И третье – это печатные издания. Вот печатные издания просто времени надо больше. Телевидение получается только либо вечером, либо там выходной. Ну, конечно, и город смотрел, и ТКР смотрел, и другие наши телеканалы, которые выходят в меньшем объеме. На пресс-конференции поднималась тема развития бизнеса, выработки стратегии развития региона именно в этом сегменте. Большое внимание Николай Любимов уделил вопросу здравоохранения. Он отметил, что сейчас ведется работа по оптимизации обслуживания в поликлиниках, в результате которой в учреждениях исчезнут очереди, а на прием к специалисту попасть будет легко. Эта модернизация происходит по примеру других городов, где она уже сработала. Николай Любимов отметил, что его стратегия рассчитана на то, чтобы Рязань через несколько лет вошла в топ-10 лучших российских городов. Крупный пожар произошел в четверг на улице Станкозаводская. Рано утром на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании. Площадь пожара в одноэтажном кирпичном здании составила 400 квадратных метров. В тушении принимали участие 10 пожарных автомобилей и 60 человек личного состава МЧС. В Рязани «Газель» сбила бегущего по переходу школьника. Автомобиль наехал на ученика третьего класса на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Интернациональной вечером в среду. Для оказания медицинской помощи школьника доставили в больницу. А те, кто поспешил переобуть свой автомобиль, продолжают испытывать напрочность и нервы погода. Так камера видеорегистратора зафиксировала заносы на марке на федеральной трассе М5 под Рязанью. На записи видно, что легковушку сначала закручивают на скользкой трассе, а затем выносят на встречную обочину, где происходит опрокидывание. Каждый человек знает, что за помощью при опасности всегда можно обратиться в полицию по телефону 02. Но что происходит после того, как человек набирает телефонный номер? Наша съемочная группа побывала на посту номер один в дежурной части при управлении МВД России по Рязанской области. Театр начинается с вешалки, а отдел полиции – с дежурной части, которую смело можно назвать «горячей точкой». Ведь именно сюда мы и попадаем, набирая в самых сложных жизненных ситуациях 02. Мы сейчас к вам проедем, ждите. На обработку одного звонка уходит от 30 секунд до полутора минут, в зависимости от объема информации и ситуации, о которой идет речь. Получив тревожное сообщение, дежурный молниеносно должен среагировать на сигнал и послать ближайший наряд к месту преступления. Обычно за день в главную дежурную часть города поступает порядка 400 звонков. Большая их часть – сообщения о правонарушениях и происшествиях. Но есть люди, которые обращаются в полицию за консультацией. Как поступить в тех или иных жизненных ситуациях? Каким образом сотрудники полиции могут им помочь? Или с просьбой предоставить информацию, куда обратиться в тех или иных случаях? Данная информация всегда предоставляется. Очень много справочной информации сотрудники наши передают людям. О происшествиях сотрудники главной дежурной части узнают не только благодаря звонкам потерпевших, но и видеоизображениям, которые поступают на специальные мониторы с камер, расположенных по всей Рязани. Данная система получила название «Безопасный город». На площади Ленина произошло ДТП. Автомобиль «Форфокус» черного цвета скрылся с места, поехал в направлении площади Соборная. Принимаем меры к розыску и задержанию данного автомобиля. Через считанные минуты на площади Соборной появляется машина ДПС и виновник аварии задерживается. Вот пример того, как работает система «Безопасный город». Все записи, сделанные с помощью этой системы, сохраняются и впоследствии могут быть использованы в работе оперативных спецслужб. Также благодаря трансляции изображения с камер, работающих на железнодорожных и автовокзалах, происходит поиск лиц, находящихся в розыске. Именно поэтому дежурные части считаются связующим звеном всех подразделений УВД. Ведь именно от их профессионализма и слаженной работы зависит скорость раскрытия преступлений, своевременное задержание правонарушителей, здоровье потерпевших, а иногда и их жизнь. К другим темам. Жители микрорайона Дашково-Песочни сообщили, что в местный пруд сливают отходы и канализационные стоки. Наша съемочная группа отправилась на место сотрудниками природоохранной прокуратуры. И, к сожалению, опасения жителей подтвердились. Водоемы в районе улицы Зубковой называют Черезовскими прудами. Район спальный. Естественные водные объекты, по идее, могли бы быть прекрасным акцентом и местом отдыха живущих поблизости рязанцев. Рядом находятся больницы, детский садик и школа. Постоянно можно увидеть детей, направляющихся на учебу или обратно. Знают ли их родители о том, какой опасностью может обернуться даже случайный контакт с водой в пруду. Пожелавший остаться инкогнито, местный житель обратился в нашу редакцию, чтобы рассказать о своем страшном открытии. В водоем вот уже много лет стекают фекалии непрекращающимся потоком, льются прямо в воду, распространяя зловонный запах и неся в себе неизвестно какие инфекции и заразы. Во-первых, рядом расположена перекачивающая кондиционная станция водоканала. Буквально в 20 метрах от забора этого сооружения находятся колодец, из которого истекают стоки. Потом два колодца идет, здесь не течет. И четвертый колодец, из него тоже текут стоки, там шириной где-то сантиметров 80, ну и длиной до пруда где-то порядка 60 метров. И, значит, из первого колодца, там тоже до пруда метров 130, тут уже явно видно, что ущерб нанесен на земле. И после анализов, которые будут отобраны, будет ясно нанесен ли ущерб водному объекту в пруду Черезовский. Территория, подвергшаяся загрязнению, довольно внушительного размера. К сожалению, доводы, изложенные в жалобе, подтвердились. Здесь мы четко в настоящее время ощущаем органолептический стойкий запах неочищенных фекальных сточных вод, которые по рельефу местности, если мы обратим внимание, попадают в это озеро. Проверяющие обратили внимание и на бытовой мусор, который в огромном количестве валяется вокруг пруда. В протокол прокурор занес и эту информацию. Теперь муниципалитет понесет ответственность за то, что должным образом не следит за подконтрольной территорией. В период паводка традиционно увеличивается кратность отбора проб и вводится особый контроль над чистотой воды, которая поступает в кран жителей областного центра. Насколько этот источник жизни безопасен для употребления в Рязани – вопрос, которым задается каждый горожанин. Валерий Седов узнавал этапы, которые проходит вода, прежде чем попасть в наши квартиры. Кто из нас летом не ходил купаться в Аку? К тому же, привычная нам уже картина – рыбакью берегов. Но мало кто задумывался, что именно отсюда в наши краны и поступает чистая вода. Правда, ей предстоит пройти длинный путь. Окско-очистная водопроводная станция, основанная 40 лет назад. Ее производительность – 75 тысяч кубических метров в сутки. К тому же, вода поступает не только из Аки, но и из подземных источников, составляя около 40-50% от общего объема. Первым делом, вода попадает в реагентное хозяйство. Это место, где дозируется гипохлорид натрия для обеззараживания воды. Гипохлорид натрия нам приходит в готовом виде, в виде концентрированного раствора. И далее насосами-дозаторами, здесь насосы-дозаторы Грунфос, подается на очистные сооружения, в смесители и далее в отстойники и фильтры. Для очистки воды и появления осадка используют 19-процентный раствор гипохлорида натрия. На дозировку влияет даже сезон. В паводке или лютую зиму она разнообразна, и на выходе всегда получается чистая вода. После появления осадка вода попадает в фильтровальный зал. Это сердце очистной водопроводной станции. Это заключительный этап очистки воды. Вода после того, как в нее были добавлены реагенты, прошла отстойники, где при помощи силы тяжести, взвесь, которая образовалась, осела. И теперь вода у нас проходит заключительную стадию очистки, фильтруясь через кварцевый слой кварцевого песка. Сбор воды идет через щелевые дренажные трубы. Именно через эти маленькие отверстия и выливается отфильтрованная вода. После этого она поступает в производственную лабораторию. Контроль осуществляется по 46 показателям качества. И по всем этим показателям вода отвечает гигиеническим нормативам. Лаборатория работает круглосуточно. И анализ проводится по ряду показателей ежечасно. В лабораторию попадает чистейшая вода, как раз для утоления жажды. И после, на завершающий этап, в машинный зал. Здесь семь работающих агрегатов, пять из которых подают воду в город, а два оставшихся обеспечивают промывку фильтров. Вся аппаратура здесь импортного производства. С пяти насосов работают два. Если какой-нибудь из них выходит из строя, то другой в автоматическом режиме его заменяет. Обычный человек этого переключения даже и не заметит. На этой станции используют традиционные способы очистки. Точно такие же этапы она проходит и во всем мире. Жаль только, что пока вода дойдет до нас, канализационные трубы успеют подпортить ее качество. По-настоящему масштабную угрозу несет качество воды в Акем полигон захоронения отходов в Турлатове. Выяснилось, что, помимо прочего, опасные вещества привозили сюда из Волгограда. А конкретнее из Волгоградского ОАО «Химпром», которое в настоящее время признано банкротом. Это предприятие некогда являлось одним из флагманов химической промышленности Советского Союза и России, а сейчас находится в бедственном положении. К моменту остановки предприятия в 2014 году на «Химпроме» имелось до 40 тысяч тонн опасных веществ, которые необходимо было вывести и утилизировать. Сейчас СКР и ФСБ проверяют, куда на самом деле были вывезены опасные вещества. Часть из них уже нашли на Рязанском полигоне. Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о загрязнении почвы опасными промышленными отходами на полигоне в Турлатово. По данным следствия, в период с декабря 2016 по январь 2017 года на промплощадке в районе Турлатова размещена концентрированная серная кислота, относящаяся ко второму классу опасности, что повлекло загрязнение почвы и ее деградацию. При таком состоянии почва уже не может выполнять свои экологические функции, отмечают следователи. Данный факт является нарушением требований законодательства об обращении экологически опасных веществ и отходов. Кроме того, есть угроза попаданием серной кислоты в реки Листвянка и Ака. По сообщению Общероссийского народного фронта, в Турлатово химикаты привозили почти ежедневно на большегрузах. Инвалид-колясочник, который живет в роще, не может добраться ни до почты, ни до других важных социальных учреждений. С подобной ситуацией ежедневно сталкиваются десятки людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в нашем городе. Это и послужило поводом для того, чтобы посмотреть, насколько доступна городская среда для таких людей. Скорее всего, спуститься по пандусу без травм не получится. Это неоднократно пытались показать многие каскадеры. Если уж они падают с колясок, разбивая колени в кровь, то что говорить об инвалидах? Для них разница в высоте бордюров уже играет большую роль. Заехать можно на тротуар, а съехать, как вы видите, уже для пересечения, грубо говоря, в магазин, в банк, я уже не могу. Ну или проезжаешь по проезжей части, что создаешь проблемы водителям, подвергаешь, грубо говоря, свою жизнь опасности. Либо приходится кого-то просить, если люди идут, или прыгают самому. Я уже пару колясок сломал. Все это есть в строительных, нормативных документах. Только на это нужно обращать внимание. При приеме, при производстве работ, конечно. Тогда в городе жизнь нашему улучшится. Хоть с малого начать. Роману 38 лет, 6 из которых он находится в инвалидном кресле. Активности мужчине не занимать, и каждый день он стремится подышать уличным воздухом. Три раза в неделю мужчина посещает тренажерный зал. Также, по возможности, Роман старается делать покупки в магазинах. Но не все из них оборудованы специальными пандусами. А по другим не подняться без помощи. Совместно с обществом инвалидов нашей области мы планируем совместную работу для того, чтобы создать определенный список, определенный перечень объектов, которые необходимы в первую очередь. Даже неровная тротуарная плитка тоже может стать большой проблемой. Поэтому общество инвалидов продолжает бороться за улучшение условий. И хочу обратиться к властям нашего города и к новому губернатору, любимому, чтобы обратил внимание и обращал внимание на инвалидов. Инвалиды нуждаются в помощи. Проблема бездомных животных по-прежнему невероятно остро стоит в нашем городе. К счастью, с каждым годом становится все больше неравнодушных людей, готовых приютить на время или навсегда на бездоленных собак и кошек. 27 марта волонтерам, оказывающим активную поддержку городской службе по контролю за безнадзорными животными, передали корм для содержания питомцев. На сегодняшний день у меня дом проживает 20 кошек. Три инвалида. Одна кошечка с одним глазом, два котенка есть без двух глаз, и из-под машины вытащила котенка, которую даст расти ребра неправильно. Именно благодаря таким людям бездомные животные находят свой дом, получают шанс пережить холода и не умереть от голода. Руководитель городской службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева называет этих людей нештатными сотрудниками службы. Ведь именно они берут животных на временную передержку к себе в дом, выхаживают их, лечат и зачастую оставляют жить у себя. Однако и самим волонтерам необходима помощь, ведь лечение и содержание животных требуют немалых материальных затрат. Сегодня мы передаем корм для волонтеров, для людей, которые занимаются бездомными животными, которые помогают нам. Мы стараемся поддерживать таких людей, потому что все прекрасно понимают, что в условиях муниципальных учреждений, частных приютов все равно есть животные, которые необходимы в домашние условия, все равно есть кошки, которых у нас в городе пока, к сожалению, девать некуда. И таким людям мы стараемся помочь. Восьми волонтерам передали более 150 килограммов корма для содержания собственных животных, а также взятых на временную передержку из муниципальной службы в качестве поощрения за активное содействие. Благодаря поддержке с администрации у меня есть возможность содержать кошек, которых уж подбросили, в хорошем состоянии, чтобы они были сыты, накормлены. И большая просьба к рязанцам. Люди, будьте людьми, не подбрасывайте в другие дома маленьких котят. По словам Марины Селезневой, передача корма для питомцев-активистов службы проводится регулярно. Возможным это становится благодаря поддержке администрации и организации различных благотворительных акций. В числе прочих в этом году по инициативе Управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка стартовал проект «Полная миска». На площадках крупнейших торговых центров и гипермаркетов Рязани были размещены специальные корзины, где все желающие могли оставить корм и товары для бездомных животных. Имя Евгения Каширина знакомо практически каждому жителю нашего города. Фотохудожник, сумевший навсегда зафиксировать эпоху, в которую жил, увековечить лица своих современников и сделать это так, что в каждом снимке живет душа. В городе сейчас работает выставка, где представлены работы нашего выдающегося земляка. Фотограф – это охотник за мгновениями, которые, если их не поймаешь, исчезнут бесследно. Это слова Евгения Каширина, который сам был не просто фотографом, а талантливым фотохудожником. Люди, которые были с ним знакомы, рассказывают, что где бы он им не встречался, везде его сопровождала большая черная сумка с фотоаппаратурой. Охоте за мгновениями он посвящал все свое свободное время. И именно благодаря его работам сегодня перед нами предстает жизнь Рязанцева XX века во всем ее многообразии и во всех проявлениях – грустных, комичных, радостных. Для него не было ничего интереснее человека. И снимал людей он в самых разных ситуациях – на свадьбах, на улицах города, в процессе работы. А больше всего ему нравилось фотографировать стариков и детей. Он был невероятный придумщик. Я наблюдал его, мне очень нравилось, как он работал с детьми. Они делали такие вещи, они писали, ну, так сказать, одна из составляющих старой фотографии – это серебро. И вот они с помощью растворов, так сказать, рисовали серебром на фотобумаге. Это надо было видеть, как его обожали дети, как Джиня поразительно умел с ними работать, как он находил для них нужные слова. Мечтой Евгения Каширина было создание в Рязани художественного фотосалона. И сегодня его мечта сбылась. Выставкой «Рязань и рязанцы», проходящей в здании администрации города, сегодня был открыт музейно-выставочный центр «Фотодом». Правда, пока будет ремонтироваться его собственное помещение на улице Почтовой, проекты фотодома планируют выставлять на различных площадках города. Я думаю, что вот открытие такого дома фотографии – это будет еще одним шагом для сохранения вообще этого искусства, потому что действительно мало кто может похвастаться таким проектом. Я думаю, что мы этим проектом будем гордиться. Символично, что музейно-выставочный центр «Фотодом» открывается выставкой Евгения Каширина. На ней представлены фотографии из его фотоальбома «Рязань и рязанцы». Последнее, что успел подготовить Евгений Николаевич. Собственно, вот эти фотографии, это листы этого альбома, они, собственно, помнят, их редактировал и собирал Евгений Николаевич. На открытии выставки выступила директор «Фотодома» Виктория Филипова, которая рассказала, почему было выбрано именно такое название для этого проекта и какие цели перед собой ставит его руководство. И вот когда мы в процессе работы задали себе вопрос, а что мы хотим, собственно, от этого музейно-выставочного центра, что мы хотим сделать? И мы пришли к ответу. Мы хотим построить дом. Дом, в котором будет царить фотография. И жить люди, для которых фотография дорога. Познакомиться с первой выставкой музейно-выставочного центра «Фотодома» имени Евгения Каширина может любой желающий. Она продолжит свою работу на первом этаже в здании администрации города до 28 апреля. Рязанские школьники смогут задать вопрос президенту. Проект реализует в еженедельном издании классный журнал для детей от 7 до 13 лет. Вопросы детей с ответами спикеров будут публиковать в специальной рубрике. А самые интересные вопросы передадут в администрацию президента. Прямая линия с президентом России проводится у нас каждый год. И любой желающий может задать интересующий его вопрос. Помимо животрепещущих тем, на главу государства сыпятся и странные вопросы. Так, например, в 2013 году россияне спрашивали, когда в России примут федеральный закон о пчеловодстве, который будет защищать покусанных граждан. В том же году прозвучал и самый простой «Когда все будет хорошо». Все эти вопросы задают взрослые люди. Но порой спросить о чем-то важном удается и детям. В 2008 году девочка Даша из Бурятии дозвонилась президенту и в прямом эфире попросила у Путина платье на Новый год. «Станьте добрым волшебником», сказала девочка по телефону. После чего президент пригласил ее и всю семью, отпраздноваясь Новый год на елке в Москве. В этом году школьникам предоставляют уникальную возможность спросить что-то у президента. Крылатое выражение «Устами младенца глаголит истина» по-прежнему актуально. Поэтому мы решили узнать, какой бы вопрос ребята задали Владимиру Путину. Будь у них такая возможность. В России проходит акция, что могут школьники задать вопрос президенту. Будь у тебя такая возможность, какой бы вопрос ты задал президенту? Почему пенсии такие маленькие? Я хотела задать вопрос, как стать профессиональным футболистом. Зачем нам Крым? Будут ли в России когда-нибудь нормальные дороги? Почему у нас дороги такие плохие? Какой новый состав сборной России будет? Почему в нашей стране такая коррупция? И почему, так сказать, она не сокращается? И почему так медленно происходят работы по этому поводу? Когда рубль поднимется? Я не знаю, меня все устраивает. На этом у меня все. Новости и другие программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова